И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. С вами Иван. И сегодня, друзья, у нас новое путешествие в мире космоса. Сегодня будет интересная такая программа, которая многим понравится любителям космоса, любителям нашей Вселенной. Друзья, сегодня перед нами новая симуляция Вселенной. Я бы даже сказал, симулятор достоверный причем. Симулятор этот запущен аж в 2015 году. Симулятор галактики Млечный Путь и нашей Солнечной системы. Симулятор под названием NASA Ice. Разработан этот симулятор самой компанией NASA. Все ссылочки на данный симулятор я оставлю, друзья, под видео. Что можно увидеть в данном симуляторе? Ну, во-первых, здесь, на мой взгляд, самое интересное – это, наверное, настоящие открытые экзопланеты, на которые мы с вами сможем перелететь, посмотреть, что они себя визуально представляют. Конечно, друзья, это будет не какой-нибудь там Space Engine, да, здесь вы не увидите все такие красоты, но примерно прикинуть и рассмотреть, какие расстояния до ближайших экзопланет, до других солнечных систем, от нашей Солнечной системы. Вы все это можете сравнить, посмотреть. Да, здесь есть, кстати, интересные симуляции посадки роверов на Марс, посмотреть различные спутники, посмотреть Вояджеры, Пионеры, все, что захотите. Самые известные спутники, то есть, вот, Солнечные системы, Тур, так называются, Туры по Солнечной системе, Новые горизонты, Кассини, Вояджер, Джуна. Короче говоря, да, и самое главное, что эта программа, больше скажу, она постоянно обновляется. То есть, самые запечатленные моменты такие с космической станцией, скорее всего, здесь можно, в принципе, рассмотреть глазами астронавтов, которые у нас находятся сейчас на космической станции. Короче, друзья, все ссылки я оставлю в описании под видео. Вот этот сайт, просто заходите сюда, загружаете, ну, а далее просто заходите в игру. Давайте начнем с того, что я сначала, конечно же, вернусь на нашу родную землю. В принципе, здесь ничего такого примечательного как бы нету. Ну, можно приблизиться, посмотреть материки, облака. Да, вот. Давай посмотрим, здесь есть не спутники, вернее, а телескопы. Самый известный это Кеплер, космическая станция, Хаббл, Спидзер. То есть, можно даже вот так вот перейти к Кеплеру. Вот он, всем известный телескоп Кеплер, который открыл множество экзопланет. И можно... Так, сейчас подожди. Кеплер Дискаверис. Да, кстати, ребят, программа полностью на английском языке, но это ничего страшного. В принципе, кто не в ладах с английским, более-менее, тот разберется, ребят. И можно посмотреть его открытие. То есть, смотри, вот наша галактика. Мы находимся вот здесь вот, то есть, в рукаве Ориона. И посмотри, все, что открыто Кеплером. Вот оно, в принципе, вот высвечиваются все эти звезды. Так, посмотри, их огромное просто количество, миллионы. Это просто потрясающе. Можно, в принципе, выбрать даже... Давайте выберем Хаббл и также рассмотрим его открытие. Телескоп Хаббл. Так, это у нас Кеплер. Сейчас, подожди, подожди. О, боже, Кеплер столько много открытий сделал, чем Хаббл, да? Вот, по-моему, вот эти все звезды. Можно посмотреть, также к ним перелететь. Так, что у нас здесь есть еще? Давайте посмотрим... Так, телескоп Спидзер. Ну, в принципе, я думаю, вам понятно. Я думаю, самое интересное будет рассмотреть открытые экзопланеты телескопом Кеплер. Так, ну что ж, давай посмотрим. У нас открытие Кеплера. Так, вот смотри, видишь, да? Вот мы смотрим, допустим. Кеплер 504. У нас одна планета. Так, 245 световых лет до Земли. Кстати, здесь в поиске можно также вбивать любую звездную систему. То есть, можно даже вбить там, допустим, Альфа Центавра, перелететь к ней и посмотреть, что она из себя представляет. Я думаю... Так, давай сейчас мы перелетим. Вот Кеплер 1308. 238 световых лет. Визуально, смотри, визуально с Земли можно ли посмотреть, увидеть эту звезду? Нет. Планета у нас одна. Тип звезды у нас... Так, масса 0.35 солнечных. Вот, в принципе, этот Кеплер 1308. И можно посмотреть, перелететь к планете. Просто щелкаем на нее. И вот так вот мы смотрим на нее. И визуально примерно, что может представлять из себя эта планета. То есть, вот так можем ее, друзья, рассмотреть. Здесь также приводятся различные параметры, примерные параметры этой планеты. То есть, планетарный тип. Терра, возможное открытие. 2016 год. Масса 0.0933 земная. Радиус 0.52 земных. Так, ну, орбитальный радиус, орбитальный период вокруг звезды. Я так понимаю, метод открытия у нас транзитный. Так, смотри. Можно вот так вот нажать планетаре System Y. То есть, что это будет? То есть, вот так ты можешь рассмотреть движение планеты вокруг звезды. Вот это вот compare with our solar system. То есть, смотри. Это сравнение. Если бы Кеплер, то есть наша вот эта вот звезда, находилась бы в центре, за место нашего Солнца. Как бы это выглядело? То есть, да. Небольшая звезда. Самое интересное, наверное, это вот, по крайней мере, для меня, смотри. Расстояние, то есть, время путешествия, за сколько можно было бы добраться, допустим, на автомобиле, да, до Кеплера 1308. Ну, с примерной скоростью 60 миль. Это, ну, где-то около 90 км в час. За 3 биллиона лет. Так, давайте посмотрим, сколько на самолете. 600 миль в час. 266 миллионов лет. Так, на поезде у нас получается 998 миллионов лет. Со скоростью... Со скоростью света. Со скоростью света за 238 лет. Ну, что ж, неплохо, да. Так, можно посмотреть зону, обитаемую зону. То есть, у нас Кеплер 1308 планета. Она не находится в обитаемой зоне. Поэтому там, возможно, нет ничего живого. Так, я думаю, нужно переместиться на такую известную систему. Система, наверное, всем известная вам. Это Трапест. Давайте перейдем к ней. Так, друзья, короче, как я вам и говорил, просто вот здесь в поиске вбиваете нужную вам систему. Я забил Трапест. Звезда Трапест 1. Давайте сейчас мы к ней перелетим. У нас расстояние 41 световой год от нашей солнечной системы. Так, прогрузочка идет. И сейчас можно, в принципе, отдалиться и посмотреть нашу систему Трапест. Так, скорость у нас, я так понимаю, нашей симуляции. Давайте сделаем, ну вот так вот, приблизительно 2 секунды в секунду. Чем-то напоминает Universe Sandbox, да? Согласись. Так, давайте посмотрим планетарная система. Значит, визуально можно ли рассмотреть ее Земли? Нет. Планет 7. Обитаемая зона. Что у нас с обитаемой зоной Трапест 1? Так, погоди, можно даже в реальное время задать. Трапест 1. У нас здесь сколько планет у Трапеста? 7 планет. И у нас 1, 2, 3, 4 планеты. Нет, 3 планеты у нас находятся в обитаемой зоне. Возможно, как говорят ученые, там есть жизнь. Ну что ж, давайте попробуем на Трапест 1G переместиться и посмотрим. Смотрите. Визуально, ну, примерно планета, возможно, выглядит вот так. Даже, возможно, есть какие-то реки, вода, я не знаю. Супертерра, причем это Супертерра. Дата открытия 2017 год. Так, Суперземля. Видишь название Суперземля? Как долго? Давай посмотрим, как долго вообще сюда со скоростью света. 41 год. Так, на автомобиле, на автомобиле мы будем добираться 453 миллиона лет. Ого. Так, на самолете нам лететь сюда 45 миллионов лет. Это просто невообразимые цифры. Просто вот если это представлять в своей голове, да, это просто... Я не знаю даже. Так, планетарная система, это понятно. Давайте посмотрим... Так, подожди-ка. Так, ага. А посмотри. Система Трапеста настолько мала, что она, в принципе, полностью поместилась бы на месте нашего Солнца. Но Трапест-1 у нас, я так понимаю, это же Красный Карлик, да, или что? Так, хорошо, ладно. Планетарная система. Так, это я посмотрел. Так, подожди-ка. Стой, дай-ка. Я посмотрю. Еще так. Вернемся в обитаемую зону. Возвращаемся сейчас мы с вами в обитаемую зону. И посмотрим другие планеты. Трапест-1 и Е. Да, вот так вот, возможно, выглядит планета. Возможно, тоже там есть жизнь. Вот, видишь, написано. То есть, гипотетически там, возможно, присутствует вода. Рокки-планет, то есть, поверхность планеты, она твердая. Дата открытия 2017. Да, планетарный тип это у нас Терра. Так, сейчас подожди-ка. Давай посмотрим, как долго, наверное, тоже можно добираться. Хотя мы, в принципе, и так знаем уже с вами. Так, вернемся обратно и посмотрим на остальные планеты Трапест. Так, у нас что по зоне... Так, вот она. Подождем. Так, Трапест-1Д у нас, по-моему, не в зоне обитания. Трапест-G мы посещали. Трапест-1Ф. Тоже, возможно, это супер-земля, на которой тоже есть вода. Смотри, с одной стороны есть, с другой нет. Ну, это примерные, друзья, наброски ученых НАСА. Примерно, как выглядят экзопланеты, открытые известными телескопами. Так, мне... Ну, я хочу вернуться к Хабблу. Наверное, вернусь к Хабблу и посмотрю данные его открытия. Подожди, а почему у нас только Кеплер Дискаврис? Так, подожди-ка, Спитцер. Вернемся к Спитцеру. Вот, кстати, что интересное, да, можно, смотри, вот выбрать, допустим, телескоп. Вот мы выбрали телескоп Спитцер, да, и можно сравнить, то есть, его размеры, допустим, можно сравнить со школьным автобусом. То есть, посмотри, насколько он огромен, да, можно сравнить также с ученым, то есть, с человеком, примерные его размеры. Так, куда-то я полетел не туда, ладно. Давайте сейчас мы попробуем найти Альфу Центавра. Так, друзья, я почему-то не нахожу Альфу Центавру, но я нашел Проксиму Центавру, то есть, можно, в принципе, к ней переместиться. Возможно, я неправильно ввожу параметры. Так, ну да ладно. Так, вот она, наша Проксима Центавра, и можно, кстати, отсюда увидеть тоже наше Солнце. Так, давайте посмотрим на планету Проксима. Так, стоп, стоп, стоп. Планета, да, видите, есть одна экзопланета. Возможно, это тоже Супер-Земля, видишь. До нашей Солнечной системы, до нашей звезды, 4 световых года. Насколько вы знаете, это самая ближайшая система к нам. Всего лишь 4 световых года. И, так, тоже можно посмотреть масса, планетарный радиус, орбитальный период. Так, Проксима Центавра-Б, Супер-Терра. Так, давай посмотрим, мне интересно, сколько можно на самолете, за сколько можно на самолете сюда долететь. Ну, всего лишь за каких-то 5 миллионов лет. Ну, для тех, кто имеет автомобиль, это составит 47 миллионов лет. Так, я думаю, можно еще посмотреть интересную такую систему. Всем вами, наверное, я думаю, вам известно. Это у нас... Так, сейчас, погоди. Мы ее вобьем. Корот. И попробуем найти ее. Да, вот она, звезда. Видите, звезды. Корот. 1, 2, А, 9. Так, планеты, открытые Корот-3Б. Давайте попробуем к нему перелететь. Посмотри, сколько звезд. Это просто ужас. Ужасающе. Так, вот она, наша звезда Корот-3Б. Дата открытия 2008 год. Вот, и здесь у нас на орбите, кто у нас тут движется? А у нас движется горячий Юпитер. Да, то есть, ну, вот так примерно можно в этой симуляции посмотреть, сравнить, задуматься даже, насколько мы всего лишь какая-то маленькая песчинка во Вселенной. Даже не во Вселенной, а маленькая песчинка в галактике. Так, друзья, я вернулся обратно к нашей Земле. Давайте посмотрим, как я вам и говорил, здесь можно посмотреть все известные запущенные спутники. Можно, да, кстати, вот, допустим, к нашим планетам Солнечной системы перелететь, посмотреть. Так, где у нас, вот они, самые известные, Voyager 1, Voyager 2. Смотри, вот даже есть Pioneer. И можно посмотреть... Так, давай приблизимся. Вот он, наш Voyager 2. И можно посмотреть также, на каком расстоянии он находится от нашей Солнечной системы. Да, он уже довольно-таки далеко улетел. А вот, по-моему, кстати, та самая известная золотая пластина. Посмотри. Ну, в принципе, да, здесь проработка такая графики тоже сделана хорошо. Но больше здесь, конечно, предоставлено много научных фактов. Я бы сказал даже так. Можете, кстати, вот посмотреть. Выдается у нас такой параметр. Так, это у нас NASA Spitzer Telescope. Ну, понятно, это система TRAPPIST. То есть, выдается самое известное открытие ученых NASA. Так. Настройки. Ладно, это окей. В принципе, друзья, я думаю, вам все понятно. В общем, загружайте, не бойтесь, экспериментируйте. Следите за обновлениями. Ну, и всем, кому понравилось, друзья, обязательно пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Это, друзья, наверное, самое русскоязычное видео по этой интересной программе NASA Ice. Ну, что ж, друзья, всем удачных экспериментов. Узнавайте нашу галактику. Узнавайте, что в ней интересного. Друзья, всем хороших путешествий. Всем пока-пока.